Одновременно уже из-за пределов зоны конфликта поступали заявления политиков о готовности продавать Киеву оружие. Командование ополченцев уже показало журналистов, как поясняется осколки боеприпасов, которых у украинских вооруженных сил быть не должно. В Донецке говорят и о тактике, применение которой силовиками ведет к большим жертвам и разрушениям. Кадры с места событий у Сергея Зенина. Данные о потерях среди мирных жителей Донбасса корректируются уже не ежедневно, а ежечасно. В списках всегда есть дети. Сына моя, которая сейчас находится в море, я его откапывал от слоя грунта. Он задохнулся. Жене прооперировали, ногу отрезали, лучше колено, правую. Женщине 29 лет. Ребенка моего четырехлетнего сейчас в морге лежит, его будут хоронить сегодня. А Мишке моему сыну отрезало нос, но доктора спасли. Ему осколок один вытащили из головы, а другой осколок был в ноге. Сейчас ребенок лежит, мучается. Мне интересно, кто за это будет нести ответственность? Кто за это будет нести ответственность? Город превращается в руины. В выборе боеприпасов украинская армия себя не стесняет. Все самое мощное и убийственное летит на мирные кварталы. Когда это было, все закончится только. Когда же эти порядки будут уже? Когда же мы успокоимся и уничтожать мирное население? Господи! Не плачь. По частному дому на окраине Донецка нанесен удар реактивной системой залпового огня. Здание восстановлению не подлежит. Погибла женщина. В доме находилась моя мама. Ей 78 лет. Ветеран труда. Она дитя войны. Проработала вот здесь, на Бакинских, 45 лет в школе. Она убита. Осколок. Она сидела на диване. Осколок крупный вошел ей в спину и оторвало руку. Мой брат как раз пришел из магазина. Он живет отдельно. Она хрипела. У него на руках скончалась. Она уже не могла ничего сказать. Международные организации не раз обвиняли киевскую армию в использовании запрещенных боеприпасов. Сегодня днем очередной необычный снаряд разорвался над частным сектором. Вот маленькие штук 8 и 2-3. И говорили, что какое-то новое украинское войска завезли. Не знаю, как оно называется. Кассетное или как. Что оно по несколько штук сразу стреляет. Не имея ни людских, ни технических ресурсов, чтобы захватить сам Донецк, украинская армия продолжает уродовать город тяжелой артиллерии и системами залпового огня. Информацию об этих обстрелах подтверждают международные наблюдатели. После обстрела этого района, предположительно правительственными войсками, погибло трое мирных жителей. В том числе четырехлетний ребенок. Как только замолкает канонада, собравшиеся с духом мирные жители выбираются из подвалов, чтобы проверить, осталось ли что-нибудь от их квартиры и домов. Собрав личные вещи, что помещаются в багажник, посадив в салон своих, а если просят, то и соседских детей, люди бегут от обстрелов. Теперь куда решили? Не знаем еще. Куда-нибудь подальше от этого дурдома. Порошенку привет, чтобы ты сдох. И чтобы твоих детей точно так же было, как мы вот это сидим. В США и Европе все чаще звучат слова о возможности оказания военной помощи Украине. И уже не бронежилетами и биноклями, а летальным оружием. В Белом доме этот вопрос на повестке дня. Правительство США рассматривает вопрос о поставках противотанковых ракет системы «Джавелин», стрелкового оружия и боеприпасов на Украину в рамках усилий по предотвращению дальнейшей агрессии пророссийских мятежников в соответствии с указаниями американских чиновников. Если американцы еще думают, то соседняя с Украиной Польшей ясно дала понять, что готова оказать военную помощь Киеву. И слова эти прозвучали уже не из уст непредсказуемого министра иностранных дел. Президент Бронислав Комаровский произнес их в интервью местной радиостанции. Возможность продавать оружие – это нормальная практика, принятая во всем мире. Никто не вводил им маргану поставки или продажу оружия ни России, ни Украине. Неизвестно, откуда идут поставки, но на землю Донбасса уже прилетают натовские снаряды, и тому есть документальные подтверждения. Это специальный снаряд 155-го калибра и самоходной артиллерийской установки М109А1 американского производства. На этом снаряде установлен Донный детонатор. При его попадании в стену здания, сооружении, он застревает в ней и ломает стену. При падании вовнутрь взрывная волна и осколки уничтожения все живое. Второй экспонат. Это неуправляемые артиллерийские системы калибра 75 мм. Данный образец также используется артиллерийским системами стран НАТО и не стоит на вооружении украинской армии. Это снаряд от залповых систем, которые устанавливаются на переносные реактивные системы, в основном на автомобиле. Данная система очень широко применяется во многих конфликтах в Сирии, Ираке, в Афганистане. И, как вы видите, начали использоваться на территории ДНР. Но если вооружение стран НАТО в Донбассе пока редкость, то американская тактика введения боевых действий хорошо освоена украинской армией. И именно из-за этого, считают представители ДНР, число жертв среди мирного населения с каждым днем только увеличивается. Наносится изначально массированный арт-обстрел, а потом уже заходит, когда живая сила фактически подразделения, то есть они фактически только лишь зачищают уже территорию, то есть и добивают тех, кто не погиб, остается раненым. То есть и по факту сейчас мы видим то же самое. То есть практически единичные случаи столкновения в прямом, бой столкновения как таковом, то есть использование артиллерии, то есть использование фактически того вооружения, которое запрещено даже сейчас международными конвенциями, то есть издалека. На эту минуту обстрел Донецка продолжается. Разрывы слышны на окраинах столицы ДНР, и опять мины падают в центре. Люди снова вынуждены спуститься в подвалы. За что нас приговорили к смерти? Мы эту западную долбанную Украину постоянно тянули ее на себе, на своем горбу. Теперь эта мразь меня убивает. На пустынных улицах только группы ополченцев и редкие бригады скорой помощи. Как только обстрел заканчивается, начинается подсчет убитых. Страшные цифры сегодняшних потерь среди мирного населения озвучат уже завтра утром. Сергей Зинин, Елизавета Волчегорская, Сергей Деев, Первый канал.